доброго времени суток дорогие зрители гости и подписчики канала продолжаем а точнее уже завершаем строительство каталины набор предоставленный магазином я моделист от фирмы ревел 48 масштабе за кадром я произвел работы которые в принципе заснять практически невозможно а именно это нанес декали к сожалению придется показывать на этом столе сейчас как нибудь мы изловчимся я думаю вот такая вот у нас каталина получается верхняя поверхность вот такие вот винты ну и нижняя поверхность сейчас переверну вот такая вот у нас нижняя поверхность крыла немножко бликует потому что он покрыт сейчас еще одним слоем лака сбоку он у нас вот так выглядит тяжело показать в общем я сейчас еще вставлю фотографии думаю надеюсь во всяком случае будет получше видно теперь что нам надо сделать нам нужно я покрыл вот для защиты наших декалей еще одним слоем лака уберем всякие ворсинки ненужные в принципе с нижней поверхности да и из боков фюзеляжа я не буду наверное делать смывку потому что наш пришейдинг изначальный так сказать выделил ее в принципе в достаточном количестве теперь надо мне сделать маски посмотрел по фотографиям у всех войсковых самолетов да и в принципе у гражданских каталин вот здесь вот на кромке крыла и на кромке стабилизаторов так же идет черная полоса производитель дает нам только вот на эту часть черную полосу в виде декали но я ее не стал клеить потому что я лучше сделаю это аккуратно сейчас замаскирую и покрашу полуматовым черным цветом вот ну и потом будем делать уже непосредственно тонировку масляными точками и кстати за счет этой тонировки я надеюсь что в тех местах где не сильно проявилась наша расшивка хотя она в принципе везде видна она еще немножко выделится особенно заклепки ну и перед тонировкой я немножко пройдусь по некоторым местам где смотрел по фотографиям в основном он вытирался вот тут здесь тут потертости у него потому что тут экипаж бродил естественно на механизации крыла сколы потерты даже не скола именно затертости такие также на стабилизаторах на механизации тоже в общем немножко состарим его а за счет тонировки придадим ему такие выцветшие полосы ну в общем изменение цвета сделаем вот ну и останется потом добавить выхлоп и антенны к сожалению показать процесс тонировки я не смогу потому что буду делать это также на том столе на втором здесь это неудобно поэтому не обижайтесь покажу уже непосредственно готовые результаты наверное в виде фотографии потому что тут не увидите вы наверно на камеру ну посмотрим процесс натяжения антенн постараюсь заснять уже на этом столе на камеру прерываемся на паузу и уже покажу непосредственно что у меня получилось с тонировкой и со старением для вас это будет буквально несколько секунд ну что ж вот продолжаю работы как я и говорил сделаю тонировку маслом не знаю насколько вам заметна разница что было раньше и что сейчас сделая также потертости насчет тонировки вот меня вот немного подвел мой лак звездовский он просто снялся с поверхности здесь и здесь хотя бы было два слоя лака получилась такая неприятная штука но в принципе придал эффект такой кого-то краска реально слезла с крыла сейчас попробую стабилизатор показать такой у нас стабилизатор теперь задней и снизу снизу наверно ничего не видно но я приложу фотографии надеюсь будет немного получше видно чем я сделал такую снизу грязь ну разводы грязи кого-то пыль мокрая подобное такое теперь постараюсь вам показать финальный аккорд так сказать это поставим наши антенны сейчас прикинем получится ли это вообще показать делать я буду их при помощи вот такой нити моно диаметр 0 012 миллиметров нигде тут кусочки уже были на их наверно уже посеял сейчас отсюда нам нужно протянуть и одна ниточка со стабилизатора идет вот так вот на крыло сюда две нити одна нить идет на вот эту стойку сюда вот между и еще одна нить на это крыло соответственно и две нити идут сперва на основное крыло сюда и опускаются в сторону вместо штурмана обе судя по тому как закрывается рукой все наверно сделаю это без камеры ну сделаем небольшой нагар не знаю виден на камеру или нет он вообще в принципе на этом темном цвете тяжело различим в общем наверное я все таки сделаю это без камеры иначе вы просто ничего не увидите ничего здесь сложного нет просто берем вот эту ниточку натягиваем ее на стойке то есть вот здесь у меня вот стоечки специально я сделал на стандартные стойки и фиксируем супер клеем ничего особо сложного здесь в этом деле нет так что сделаю это за кадром и потом покажу вам уже готовый результат и фотографии единственное покажу сейчас еще надеюсь будет видно как выглядят у нас фары крыльевые 1 у меня не очень получилось от 1 хорошо и винты наши собственно ну на фотографиях тоже будет это намного лучше видно еще за кадром постараюсь исправить если кто помнит у нас был печальный брак ну даже не брака при транспортировке трещина получилась стараюсь еще тоже убрать уходим на паузу скоро увидимся для вас это будет практически моментально ну вот и закончил я все работы решила сделать сразу показать вам фотографии чтобы лучше было видно результаты ну подводя итоги могу что сказать модель очень интересная довольно большая даже не то что довольно большая а очень большая размах крыльев больше 60 сантиметров ну точнее крыла поэтому если хотите планируете эту модель взять себе то сразу ищите место большое под нее 48 масштаб очень детализированный масштаб поэтому тоже ответственность по деталировки большая но из в этот масштаб также позволяет размахнуться тем кто любит деталировку дополнительную в отличие от 72 здесь попроще что касаемо модели не стала вешать бомбы решил оставить их грубо говоря про запас потому что на нижней поверхности крыла в районе где ставится они очень интересные надписи если их поставить то просто надписи закроются поэтому решил безбом сделать будем считать что его просто он стоит на площадке его собираются вооружить перед вылетом собиралась в принципе все нормально стыковка хорошая облоя практически не было на мелких деталей на больших кое-где был небольшой облойчик но это не беда на больших деталях проще с этим справляться толкателей тоже много шпаклевать не пришлось единственная проблема это с расчетом груза то есть нужно уравновесить нос с хвостом в одной серии где это делал я предупреждал людей чтобы были внимательны потому что в инструкции кое-что не очень понятно написано по этому поводу и немного нарушена ну не в тот момент когда нужно ставить груз нарисованном в инструкции то есть будьте внимательны если кому интересно пересмотрите серию где я вожусь с крылом и с грузом это если я не ошибаюсь 5 серия ну в целом модель очень понравилась если общую оценку делать по деталировке я думаю 5 с небольшим минусом по стыкуемости 4 с большим плюсом но по матчасти тут я не силен поэтому выставлять оценки не моя прерогатива по матчасти я бы эту модель посоветовал уже опытным моделистам особенно тем кто привык работать с 48 масштабом кто решил это впервые попробовать будет довольно сложно из-за больших размеров поэтому общая оценка я думаю что заслуженная 4 с плюсом единственный на мой взгляд немного завышена цена потому что модель довольно старая это мое сугубо личное мнение в целом я рекомендую эту модель для ценителей авиации особенно бомбардировочной на этом все спасибо всем за внимание если вам понравилось ставьте лайки увидимся в следующих проектах которые уже не за горами еще раз всем спасибо всем пока спасибо спасибо или что там и мы Продолжение следует...